Скисшее мясо и кошачий корм с душком на торговом прилавке. Бывший ларек в объект с неприятным запахом превратили северодвинцы и их четвероногие друзья. Уже пять лет жители ближайших домов делятся на два фронта. Одни подкармливают, вторые борются с антисанитарией. Подробнее в следующем видеоматериале. У этой кошки нет имени и хозяев, но есть еще три сожителя. Вчетвером они ведут быт в ларьке на площади Просянкина. Против четвероногих Мария Сычева ничего не имеет. Хвостатых любит, да и свою квартиру уже 12 лет делится стареньким котом. Вот только запах кошачьего общепита напрямую идет в окна ее квартиры на первом этаже. Их прикармливают бабулечки, вы наносили, там это все киснет. Мимо ларька пройти страшно, вы же сами понюхали, наверное, видели. И я просто боюсь за то, что к зиме, зимой мышам и крысам будут негде поселиться. Они будут в этом ларьке жить. Ларек четвероногий облюбовали около пяти лет назад. Столько же на прилавке киснет мясо и размокают кошачий корм. А вот у пенсионерки Елены Леденевой обратное мнение. Обитателя ларька она жалеет и подкармливает. Не каждый день, но с пенсией пытается баловать свежей рыбой. Ходят люди, ходят. Я сколько раз видела. У нас и в подвалах кормят, и там кормят. Ходят люди, бабушки особенно. Правда, одна бабушка сейчас уже, наверное, умерла. Она их вообще каждый день кормила. В городской администрации говорят о ларьке. Знают, но помочь не могут. Здание в частной собственности, хозяин в другом городе. И законных механизмов по сносу объекта нет. Правда, опять-таки, по закону владелец за своей собственностью следить обязан. Выход есть. Можно написать заявление в Роспотребнадзор. Они обязаны отреагировать на жалобу граждан. И принять меры, если кошачий общепит угрожает здоровью людей. Хотя есть и другое решение проблемы. Не подкармливать животных, а помочь им найти дом. Где у каждой кошки будет собственная миска. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.